Добрый день, с вами Ирина Багнюк и канал Усадьба Багиры. Сегодня у нас 8 июля, говорю просто, чтобы понимали, когда у меня это происходит в сей момент. И сегодня мы будем выкапывать чеснок, но про чеснок как таковой, про зимый чеснок я уже рассказывала и показывала, как сажаем, выкапываем, все. А в этом году еще процесс идет с бульбочками чеснока, поэтому ему ролик и посвящен, это именно будет выкапывание бульбочек чеснока. Но, так сказать, параллели проведу и между основным и тем. Значит, вот он был специально и так посажен, это чеснок у нас зубчиками азимый, вот он рядочек, вот и тут буквально немножечко. Это был обычный зубчиками, вот как я и рассказывала в прошлом году, уже показывала, что мы все стрелки обрываем, оставляем одну или две как индикатор, на показатель. Значит, они у нас закрутились разок, закрутились второй раз, а потом они постепенно распрямляются. И вот когда она у нас распрямилась, можно уже чеснок собирать. То же самое абсолютно один в один, вот и с бульбочками. То есть я один оставила у азимого, и вот у наших бульбочек тоже. Вот он еще не совсем, как видите, покажу на руке, не совсем распрямился, но он уже лопнул. Вот последние буквально пару дней он лопнул, то есть тоже можно его выкапывать. Этот тоже у нас вот как раз лопнул, потому что снять сразу в тот момент, когда он разогнулся, не представлялось возможным. Значит, как он выглядит. Ну вот этот вот, видите, уже такой пожухший, желтенький становится, это нормально. Вот он распрямился, будем его выкапывать. А вот этот тоже, вот он, тот, который оставили с новыми бульбочками. Он вот стоит ровненький, а весь остальной его тут сейчас сложно показать, потому что вот видите, вот он весь падает. То есть если у вас не осталось бульбочки вот этой вот, да, то можно смотреть, что он падает, и пора его выкапывать. Но я обычно пользуюсь вот способом именно со стрелками. Так что, ну вот и покажу. Вырвать его не получится. Сейчас мы его будем... Весь я его не буду выкапывать, но пару обычных и пару бульбочек, и все дальше. Вот наш... А, это не со стрелкой, это обычный рядышком был. Вот он, календула с ним рядом. Вот. Вот со стрелкой, всегда со стрелкой будет слегка меньше. Вот, надеюсь, видно. Значит, вот такой и такой. Один со стрелкой, один без стрелки. Поэтому мы стрелки и убираем всегда. То есть мы их не оставляем именно по той причине, что у нас сам чеснок будет тогда меньше. Так как он потратит силы на выращивание бульбочек. Вот так еще, чтобы было видно. Еще и вот, вот еще без бульбочки. Тоже вот он хороший. Вот со стрелкой. Вот, вот со стрелкой. И вот два таких. Вполне хороший чеснок, а зимой нормальный. Так, остальные я потом вырву. Это уже весь не буду. Вот, и теперь вот этот наш, эту нашу процесс с бульбочками. Вот, с бульбочками лучше не вырывать. Вернее, наши маленькие бульбочки. Это называется однозубка. Вот она вот такой. Тот, который имел у нас стрелку. Вот, рядышком с ним. Буду сюда на белое класть. Вот, этот поменьше был сам по себе. Ну и сейчас вот еще несколько. Вот, хорошая. Вот, это уже причем даже, сейчас покажу, она пошла уже тут несколько делать головку. Вот, посмотрите. То есть, вот это, это вот однозубка. Вот она кругленькая, хорошая, выросла. А, значит, что мы с ними сделаем? Так как это процесс именно улучшения нашего чеснока. И, собственно, я уже рассказывала, когда его сажала. Для чего мы это сажаем, можно посмотреть. Ну, вкратце, что мы обновляем пассивной материал. Потому что, используя каждый год, именно зубчики обычного чеснока накапливаются болезни. Еще все, в общем, патогенные могут быть организмы. И он будет там мельчать или будет хуже. Плюс это дороже. А когда мы вот, то есть, вот это мы вырастили, вот из прошлого, в прошлом году мы дали им вызреть, и вот эти вот посадили. И вот у нас выросли. Вот выросла однозубка, а этот вот уже стал маленькую головку делать. То есть, там вот видно. Один, два, три, четыре. Ну вот, нормально пять зубчиков. Значит, что с ним можно сделать? Его можно также съесть, если вы его посадили много. Также съесть пойдет в салат, куда угодно. А можно сейчас положить, так же, как и этот, просушить где-нибудь на террасе, еще где-то под крышей. То есть, чтобы хорошо проветриваемое место на улице, не солнечное, просохнуть. И осенью посадить уже вот эту вот маленькую. То есть, это озимый чеснок. Мы осенью это посадим. И следующим летом мы получим вот эти головки. То есть, вот весь процесс, он получается двухлетний, если мы сажаем бульбочки, то мы через два года получаем вот полноценный чеснок. Если мы сажаем зубчики вот отсюда, также вот сейчас я его просушу, что-то уйдет на еду, что-то будет оставлено на посадочный материал осенью, сейчас июль, а в сентябре, в октябре, кто как сажает, то есть сажаем вот уже зубчики и получаем на будущий год головку. То есть, или вот это мы посадим, каждый зубчик, или вот уже вот это. Но эти мы получили вот из таких вот бульбочек. Вот эту вот тоже, кстати, можно было бы использовать, если дать ей выспить. Сейчас я еще несколько выкопаю, показать, какие они еще. Вот один оторвался, листики. Вот два. Они уже пошли делать маленькие-маленькие зубчики. Вот мы их можем. Можем их поделить так же и посадить каждый зубчик отдельно. А вот эти, которые еще не стали делить, вот сажаем вот эти самые кругленькие, целиком мы их посадим и на будущий год у нас будет новый чеснок. Так что вот весь я его выкапывать не буду. Потому что его тут хуже видно, но вот результат. Ну а этот обычный чеснок. Так что показала два вида посадки чеснока бульбочками и зубчиками. И этот вид, полный цикл, его практически двухлетней осенью посажу и будут новенькие у нас расти. Значит, это сейчас все будет убрано. И сюда спокойненько придут огурцы, которые уже вот-вот идут сюда. Им не хватает места на своей части грядки. Они у нас идут сюда. Так что вот они сюда придут. Здесь я засыплю, чтобы грядка не пустовала. Как обычно, мы убираем какую-либо культуру или сажаем сидираты, или засыпаем травой, газонной травой, сорняками, листьями. Что есть, тем мы засыпаем растительным, чтобы она у нас готовилась к следующему сезону. А можно еще, так как это всего лишь июль, можно посадить какую-либо другую культуру, которая вырастет. Как минимум горох можно. Он еще нас порадует. Но у меня будет засыпано, и сюда придут огурцы. Они тут разлягутся и будут еще нас кормить. Вот. Так что пишите комментарии. Рассказывайте, как у вас, что получилось. Подписывайтесь на канал. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok